В зале суда продолжается битва за тарифы. В Алматинском горсуде касационное рассмотрение иска Общества защиты прав потребителей к антимандопольному департаменту Алматы. ИСЦы считают незаконным повышение тарифа на тепло потребителям, у кого нет общедомовых счетчиков. Люди требуют вернуть переплаченные деньги. Калькулятор показывает, увеличив тариф, монополист неожиданно обогатился на 10 миллиардов тенге. Мы считали и считаем это незаконным, потому что потребитель не может ставить, не может физическое лицо ставить общедомовый прибор учета в законе, естественных монополиях. И в постановлении правительства 1822 сказано, потребитель вправе установить самостоятельно индивидуальный прибор учета. Я подключаю индивидуальный. Монополисты трактуют закон по-своему. Главный акцент почему-то на несознательность горожан. Основная масса людей не хотят прибор учета по той простой причине, что они не хотят заниматься чисткой подвалов, красить дом. Если посмотреть правде в глаза, основная причина только в этом. А люди просто развалывались, получив бесплатно квартиры от государства. Они хотят, чтобы государство дальше вкладывало деньги. Так не бывает. За свой дом надо нести ответственность. В зале суда разгорелись жаркие споры, ведь дело затрагивает интересы практически всех жителей мегаполиса. Председатель госсуда, видимо, как житель Алматы, частично на стороне горожан. Апелляционно-судебная коллегия постановила решение апелляционно-судебной коллегии по гражданскому административным делам Алматинского городского суда 20 июня 2013 года по настоящему гражданскому делу отменить дело на фрайл, на новое рассмотрение. Но в деле осталось еще много неясных моментов. Их изучением займется вновь назначенный судья апелляционной коллегии того же Алматинского городского суда.